Мы тут пришли в нашу лабораторию московскую, где мы тестируем всякие новички. И вот пришла одна такая классная, интересная штучка, которую просто необходимо протестировать. Это добавка, косметическая добавка, которую можно добавлять в мыло ручной работы. Что она дает? Давайте попробуем сейчас ее добавить. Это древесный уголь. Штука, которая идеальна для жирной и проблемной кожи, потому что она здорово абсорбирует ненужное выделение на кожу и, соответственно, уменьшает воспаление. Она еще, кроме того, идеально черного цвета. То есть это еще и идеальный черный краситель, представляете? То есть теперь вам даже не нужен пигмент для того, чтобы окрасить мыло в черный цвет. Достаточно взять вот такой вот мелкий классный порошок черного цвета, древесного угля, добавить в мыло. И кроме полезных свойств у вас будет еще и идеальный черный цвет. Сегодня давайте попробуем добавить его в твердый стандарт. Заодно и посмотрим, как эта мыльная снова затвердевает. Потому что пишут о ней много, говорят о ней много. Давайте мы, наконец, посмотрим, как с ней работать. Вот сейчас будет самое сложное, потому что, да, основа очень плотная. Но мне нужно только 100 грамм, потому что у меня формочка вот здесь, круг. Нам выделили форму круг. Пластиковую, между прочим, очень удобную шайбу. Я нарезаю эту основу. Она очень плотная, обратите внимание, достаточно прозрачная. Например, для мыла с картинкой вполне себе прекрасна. Здесь вот 1,5 см, а нато и 2. И вот, в общем-то, пальцем она не видна. Все, что нам нужно, это кубиком основу и ее в микроволновку. Теперь ее в микроволновку в печь. Берем еще ложку. Для того, чтобы мешать нужную основу, которая выйдет у нас в горячую из микроволновой печи, мы сразу не плавим основу до конца. Вот мы ее разогреваем и, видите, вот там чуть-чуть уже подплавилось. Желательно основу интервально вынимать и ставить, для того, чтобы основа у вас не закипела. Видите, у нас кубики здесь плавают. И эти кубики, они не до конца еще растворились, но, в принципе, их можно в основе уже самостоятельно размешать. Вот они кубики, они примерно такого полупрозрачного вида. Их можно вполне себе расплавить, собственно, на соку, скажем так. Сейчас мы с вами еще померяем рабочую температуру твердого стандарта. Идеально, конечно, такой градусник иметь даже тем мыловаром, который дома варит. Вы мыло и вам кажется, что у вас партии небольшие, но на самом деле для того, чтобы слои сцеплялись идеально, желательно знать температуру, при которой вы заливаете мыльную основу. Потому что у всех мыльных основ температура разная, рабочая в том числе. Размешиваем мыльную основу и добавляем примерно чайную ложку, представляете, так можно, так много можно активированного угля. Вот у меня примерно чайная ложка на 100 грамм. Еще одна важная особенность твердого стандарта. Застывает он очень быстро. А значит, любые добавки, которые вы в него добавляете, будут меньше оседать. Они не осядут у вас на дно сразу же при застывании. Теперь смотрим, как быстро покрывается пленка. Вы видите, вот мы сейчас залили. Мы можем сразу наблюдать, что пленка поползла с краев. Вот она ползет. Ползет. И вот здесь вот одна такая лужа осталась, которая скоро тоже затянется. Пока мыло застывает, давайте попробуем еще потестить твердый стандарт. Я предлагаю отрезать на него кусочек. Вот такой вот. Приблизительно 1 см. Сантиметр. Надо посмотреть прозрачность. А во-вторых, попробовать его на пенообразовании. Мы с вами успели только отрезать кусок, попробовать его на мылкость. И давайте посмотрим, что же у нас теперь с пленкой случилось. Ну, пленка очень плотная. Понятно, что где-то там еще есть жидкое мыло внутри. Тепленький кусок, но фактически еще буквально минуточек 5-7, и его можно доставать. А цвет получается действительно угольно-черный. Вот то, что нужно. Чернее уже не придумаешь. Чернее не бывает. Наше мыло практически готово. И давайте посмотрим, как его извлечь из пластиковой формы. Первое, что нужно сделать, немножко потянуть с разных сторон за края. Видите, чуть-чуть отгибается, и уже туда запускается воздух. Вот он. Видите, воздух пошел. Как только вы запустили туда воздух, он проник везде. Мыло фактически сейчас должно улететь. Итак, зачем же нам все-таки был нужен этот древесный уголь? Во-первых, посмотрите на этот цвет. Мы видим, что цвет идеально черный, и в общем-то он равномерно распределяется. Мы не видим никаких крупинок. Здесь ничего не осело. Опять же повторюсь, потому что мы использовали твердый стандарт, и он быстро застывает и не дает взвесе оседать. Видите, что ничего не красит. Пена белая, и руки тоже нужного цвета. Они остались от того цвета, которого были. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова